Первый этаж Эрмитажа засыпан грунтом на несколько метров. Рапсяне, а речь о том, что Пётр Первый не строил никакой Петроград или Ленинград или Петербург, и Эрмитаж он тоже не строил. Это здание, видите, оно уходит под землю. Если вы раскопаете, если вы начнёте копать туда, вы увидите, что здание находится внутри земли. Если кто-то скажет, что это культурный слой, вот фото и гравюры 19 века. Почему за 150 с лишним лет не наросло ни сантиметр грунта? А если здание просело, то почему вместе с ним просели все здания в центрах городов по всему миру? Если нас смотрят официальные историки, оставьте, пожалуйста, нам свой комментарий по этому поводу. Видел бы откопанный фасад Эрмитажа. Но, войдя внутрь, количество вопросов... То есть здание укороченное, рапсяне. Здание из-за того, что оно просто, но оно не ваше, и оно откопано. Просто представьте, что у вас там, не знаю, ваш небоскрёб под землёй, и у вас только, например, два этажа сверху торчит. Представляете? А нам рассказывают историю, что мы что-то построили. Типа Пётр Первый построил Эрмитаж. Это же враньё! Эрмитаж увеличивается в геометрической прогрессе. Мы подготовили для вас 10 странностей Эрмитажа, которые историки предпочитают не обсуждать. Если тема интересна, не забываем ставить палец вверху строениям. Согласно официальной истории, Эрмитаж начала строить ещё императрица Анна. Завершилось строительство Первого дворца уже при Екатерине Великой, и все дальнейшие правители дома Романовых вносили свой вклад в развитие комплекса. В результате получился самый большой в мире музей искусств, хранящий около трёх миллионов экспонатов и располагающий площадями в 240 тысяч квадратных метров. Для сравнения вспомним, что знаменитый Лувр занимает гораздо меньшую площадь, да и количество экспонатов в нём около 300 тысяч. Вопрос, а почему же многие наши соотечественники так очарованы Лувром и другими европейскими музеями? Ждём ваших комментариев. Лепия, если опять же верить официальным хроникам, было возведено всего за 8 лет. Даже сегодня, при всём владении современными технологиями, это совершенно немыслимые сроки. Специалисты утверждают, что стоимость одного только дворца была бы сравнима с нынешними затратами на Сочинскую Олимпиаду, причём даже при современной централизации управления работами и чёткой стандартизации, времени на этот проект понадобилось бы гораздо более 10 лет. Но это далеко не единственный странный факт, найти объяснение которому не может современная наука. Мы подобрали для вас ещё десяток сагадок Эрмитажа, которые не желают укладываться в существующую парадигму истории. Итак, поехали. Первое. Камень или геополимер. Посмотрите на эти огромные вазы и чаши. Они поражают тонкостью работы филигранной отделкой. Иногда это напоминает каменное кружево. Каким образом создавалось это великолепие? И вот что интересно. Некоторые вазы... И у нас никогда не было искусства ни при Иване Грозном, ни при Василии Шуйском, ни при Александре Невском, Дмитрием Донском, Мстиславе, там, Игоревиче. Нигде никакого. У нас даже Петра I рисовали зарубежные художники. У нас вот этого ничего не было. Это чужие вазы. Не холодные на ощупь, а значит, это не камень, а геополимер. Но даже сегодня мы не владеем такими совершенными композитными технологиями. Выходит, наши предки умели создавать искусственный мрамор, гранит, малахит и другие ценные материалы, практически ничем не отличимые от натуральных. Второе. Идеальная шлифовка. Многие вазы выполнены все-таки из натурального камня, но совершенно непонятно, какими инструментами. Первое, что поражает, это идеальная глубокая полировка. Причем идеальна она даже на труднодоступных поверхностях. Кроме того, при изготовлении сложных форм почти невозможно избежать небольших искажений. Это очень легко определить по деформации отражения. Вы когда-нибудь смотрелись в кривые зеркала? Даже небольшая погрешность приводит вот к такой картине. Причем чем больше плоскость, чем дальше отступаешь, тем сильнее искажается отражение. Вес вот этой гигантской вазы около 20 тонн. Примерно столько весят 15 легковых автомобилей. А вот ее шлифованная поверхность дает идеальное отражение. Посмотрите, вот тут отражается окно и решетка здания с противоположной стороны мастерства. Это за гранью современных возможностей. Как, по-вашему, это было сделано? Третье. Странные надписи на камне. Посмотрите на эту вазу. Снова тончайшая работа мастера. Сложно представить, что это выполнено грубым зубилом или обычным резцом. Но что тут делают вот эти уродливые надписи? Они выбиты кое-как криво, неровно. Иногда настолько грубо, что между некоторыми буквами буквально вышиблены кусочки камня. Складывается ощущение, что на великолепной работе мастера кто-то процарапал или выбил безграмотные надписи, которые просто испортили эту работу. А вот тут вообще абсурд. Обратите внимание, два абсолютно одинаковых экспоната. Но если верить дате, между ними разница в семь лет. И сделаны они совершенно разными мастерами. Четвертое. Колонны. Эрмитаж славится немыслимым количеством колонн. Но вот вопрос. Во времена Екатерины Великой их где в таком количестве делали? В столице? В окрестных селах? На каких производственных мощностях? С таким-то качеством? А камень этот самый размером с колонной откуда брался? На чем? На телегах? А вот эта идеально круглая форма достигалась зубилом и молотком в руках крепостных крестьян и мастеровых людей. И опять же, такая зеркальная шлифовка тоже их рук дело. Пятое. Атланты. Эти гигантские фигуры один из символов Эрмитажа. Питерцы считают атлантов хранителями города. И именно к ним ходят загадывать желания. Кстати, во время войны сюда попал снаряд. Атланты сильно пострадали, но устояли. А дальше начинаются вопросы. Каким образом удалось создать 10 абсолютно идентичных фигур гигантов из камня? Ученые утверждают, что это самый настоящий натуральный гранит из Карелии. Тогда кто и как доставил в столицу 10 7-метровых монолитов для их воения? И чем их тут так идеально обработали? И как их вообще установили на те места, на которых они находятся? Это тоже пока не особо хорошо понятно. Рано как и сложно понять зачем. Зачем фигуры атлантов, которые обычно располагаются на фасадах, поддерживая те или иные элементы сугубо из эстетических соображений, тут установлены на колонны? К тому же часть из них за эти колонны прячутся. И это при том, что изготовление каждой из этих фигур задача даже для нашего времени практически невыполнимая. Но вот зачем их аж 10 под этим балконом? И почему Александр Иванович Теребенев, получивший за их изготовление звание академика, умер в 44 года в нищете, не имея ни учеников, ни поклонников? Это после создания такого чуда скульптуры. И почему фигуры знаменитых мастеров прошлого, установленных тут же рядом на фасаде, настолько меньше этих самых атлантов? Прообразом питерских гигантов считается огромная фигура атланта, сохранившаяся от храма Зевса Олимпийского, 480 года до н.э. По официальной хронологии, найденная в древнем городе Агриджента, который находится в Сицилии. Но обратите внимание, эта фигура составлена из фрагментов, тогда как питерские атланты, созданные из гигантских монолитов. Шестое. Чем освещались гигантские помещения? В этих огромных залах проводились в том числе приемы и различные балы. Обратите внимание на великолепную лепнину потолков и верхней части стен. Вот только для кого они делались и чем освещались? Даже сейчас в некоторых помещениях электрические прожекторы подсвечивают шикарные своды, а все остальное пространство погружено в полумрак. А раньше чем освещали? Свечами? По 400 штук за одну люстру? А на люстры как попадали? Их опускали? Вот эти гигантские люстры перед и после каждого приема или балла? Или на службе тут вводились Карлсены? Исторические тексты утверждают, что уже в 1886 году целые Эрмитажа были освещены электричеством, для чего в комплексе была устроена фабрика электричества, которая, кстати, на протяжении 15 лет была крупнейшей в Европе. Причем создана она была исключительно из российских компонентов. От проводов до паровых машин и генераторов все было создано в России. Так вот, очевидцы утверждают, что когда все это великолепие было освещено электричеством, все, включая императора, пришли к заключению, что до этого они не видели большей части этой роскоши. А те, кто ее создавали, они не понимали, что большую часть никто не увидит. Но что все-таки увидят. А то электричество, которое освещало залы, ранее было основано не на паровых машинах. Может тут опять-таки история про развитие атмосферного электричества? Ссылка на наш ролик об этом будет в описании под этим видео. Для кого установлены 176 скульптур на крыше? Вопрос не такой уж странный, как может показаться в начале. Дело в том, что снизу все эти фигуры даже рассмотреть толком невозможно. Между ними же солидное количество гигантских ваз. Для чего они на крыше? Ответ современных ученых поражает своей оригинальностью. Для того, чтобы заслонять с собой трубы, которые выступают из крыши. От чего взор заслонять? Чтобы не оскорблять эстетические чувства пролетающих мимо птиц? Ну потому что тем, кто по земле ходит, эти трубы не видны от слова совсем. Да и чего уж так стесняться-то этих деталей архитектуры? Так может и вазы, и фигуры, это часть утерянной нами технологии получения атмосферного электричества? Восьмое. Для чего такие окна? Мы уже говорили в прошлых наших роликах, что такие огромные окна предназначались явно не для холодного климата. Правда, некоторые историки предполагают, что объемные окна служили для того, чтобы давать освещение. Но давайте не забывать, что Петербург это город белых ночей. А это значит, что он находится в особом поясе планеты. И поиск этот, кроме белых ночей, известен еще и противоположным эффектом. Белые ночи...